У арбуза практически нет противопоказаний. Его в небольших количествах можно есть даже диабетикам и тем, кто на диете. В 100 граммах сочной мякоти всего 30 калорий. Уже месяц продавцы соблазняют десногорцев предложениями попробовать арбуз. Первые из них появились в нашем городе ещё в конце июня. Однако, по словам специалистов, содержание нитратов в большинстве из них превышало нормы. Те арбузы, что продаются сейчас, уже можно есть без опаски для здоровья. На рынках по мере завоза каждый владелец, который привёз растительную продукцию, в том числе арбузы, должны предоставить их для проведения ветценной экспертизы. После того, как проводится ветценная экспертиза, выдаётся заключение, дающее разрешение реализации этой продукции. На рынке в августе арбузы – самый ходовой товар. Однако, полезен арбуз только тогда, когда он спелый и натуральный. Вот только как правильно выбрать по-настоящему спелый арбуз, знают далеко не все десногорцы. Когда одна сторона жёлтенькая, а одна сторона вот так злённая, это значит спелый и хороший. То есть, она сразу чувствуется, что она спелая и крепкая. А когда мятая, она не должна вот так стучить. А эти, значит, она спелая. Проехав по городу, мы не увидели в продаже разрезанных плодов. Сотрудники лаборатории подтвердили, что разрезанные плоды на прилавках – это грубейшие нарушения санитарных норм. При выборе арбузов следует обращать внимание, чтобы они не были с трещинами и разрезаны напополам, на четвертинки. Так как в данном случае скапливаются патогены микроорганизма и пыль, что может быть причиной отравления людей. На сегодня на рынке цена на арбузы – 20 рублей за килограмм. В магазинах – немного дешевле. В Десногорске в основном продаются арбузы из Краснодарского края. Кроме кубанских, иногда встречаются астраханские и волгоградские. Редактор субтитров А.Семкин